По статистике, у каждой шестой женщины диагностируют опухоль молочной железы. Про Зиэкспресс-обследование в Самаре сегодня была возможность у посетителей библиотеки. Акцию провели в рамках Всемирного месяца борьбы против рака груди. Сотрудники онкодиспансера рассказали о факторах риска, методах профилактики и на месте провели осмотр. В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере на учете стоит более 87 тысяч человек. Из них более 16 тысяч – женщины с диагнозом рак молочной железы. Предупредить возможно. На лекции рассказывают о факторах риска и методах профилактики опухолей молочной железы. Экспресс-обследование проводят прямо в холле областной универсальной научной библиотеки. За ширмой консультируют онкологи. Врач-онколог может пропальпировать молочную железу и посмотреть, есть ли узловые образования в молочной железе. А полностью, конечно, диагностировать это можно только в специализированном учреждении, пройдя необходимые инструментальные методы исследования, такие как УЗИ или маммография. Акцию проводят в рамках Всемирного месяца борьбы против рака груди. Чаще всего опухоль молочной железы диагностируют у женщин старше 50 лет. Однако медики отмечают, сейчас заболевание встречается и у тех, кому 30. Среди основных причин – неправильное питание и вредные привычки. В библиотеке предлагают также проверить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, сделать кардиограмму и рассчитать индекс массы тела. Процедуры проводят специалисты Центра здоровья 4-й городской больницы. Пришла совершенно случайно, вот я здесь участница концертов. И вот тут вижу, это я обследовала. Очень удобно. Во-первых, действительно анализ крови, все это сдать, быстро, все очень хорошо. Я очень довольна. Онкологи советуют минимум раз в год посещать мамолога и уделять большое внимание профилактике. В частности, укреплять иммунитет и вести здоровый образ жизни. А при любом замеченном изменении незамедлительно обращаться к специалистам. Мария Шпакова, Александр Дудко, Новости губерния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова